Привет! Это ежедневные новости о Доме-2. На канале смотрим с Брагиной. Итак, что же новенького произошло у домовцев за этот день? Балинская рассказала о том, кто ушел с проекта. Это Никита Турчин и Настика Червей. Подтвердил уход Настика Червей и Андрей Денисов. Он опубликовал фото с девушкой за периметром. Также Штрих опубликовал совместное фото Юлии Ефременковой и Сергея Кучерова, опять же подтверждая факты их воссоединения. Да и ребята сами публикуют много совместных фото и видео. Они танцуют, обнимаются и похоже, что счастливы. Недавний эфир подтвердил догадки зрителей о том, что выгон семьи Дмитренко с проекта это постановка. Хоть Дима и набрал максимальное количество голосов, но Алена Савкина вытянула ему иммунитет. Громкий выгон закончился ничем. Так что это сценарий, просто ребятам нужно было красиво уйти в отпуск. Мама Димы Дмитренко уже ждет Олю, Диму и Василису в гости. Буду их кормить, обнимать, пишет она. Василисочку целовать. Дима что-то такой худой стал. На острове любви рассталась пара Тараса Петия и Маши Смирновой. Также на грани расставания Илья Ебаров и Рита Ларченко. Интерес Ильи к девушке заметно поугас. Она мечтает о романтических моментах, о свиданиях, цветах, о прогулке на яхте. Но Ебаров убежден, что это лишнее. Его беспокоит только то, что Ларченко не убирается и не готовит. Он с нежностью вспоминает отношения с Аленой Савкиной, которая выдвигала гораздо меньше условий и была для него богиней. Марина Африкантова хочет поменять имидж. Я хотела бы рискнуть и перекраситься в брюнетку или даже в черный, пишет она. Рома Капаклы и Алексей Купин попробовали себя в роли ведущих шоу «Пламя любви». Рома спрашивает подписчиков «Как считаете, я справился?» О возвращении на Дом-2 думает Катя Колесниченко. Мамой становиться она пока не хочет, а вот на проект хочет прийти и навести порядок, напомнить зрителям, что такое любовь и что такое любовные треугольники. Через несколько дней, после того, как Саша Гобозов расстался с Олей Жариковой, он уже завел новый роман с бывшей участницей проекта о Насте Толстихиной. Ольга думает, что беременна от Гобозова и если это действительно так, то она намерена родить для себя. Роман Гобозовой и Толстихиной подтвердила подружка Насти. Она говорит, что на проекте Толстихина действительно была влюблена в Гобозова. Она считает, что он мог бы стать ей хорошим мужем и хорошим отцом для ее ребенка. Да и Гобозов не пропадет, если женится на Насте, ведь у нее есть квартира, машина и даже свой бизнес. Друзья, я пожаловалась на здоровье. Я прохожу полное обследование. После двух сотрясений у меня пошли осложнения. Я теперь ношу специальный корсет для шеи. Я в шоке. Швы на ноге не зашивают, мизинец сломан, голова болит, теперь еще и шея. Я каждый день чувствую себя плохо. Шабарину все вернется, надеюсь. Егор Черкасов продолжает добиваться Ольгу Орлову. Он говорит, что если не она, то больше никто. Если Ольга ему откажет, то он на проекте не останется. Оказалось, что новая история любви Ноны Щукиной – это тоже постановка. Дурят нашего брата-зрителя. Тот самый Андрей, редактор, которого якобы любит Нона Щукина, находится на самом деле в отношениях. Его девушка тоже сотрудница проекта. Ребята убрали все общие снимки из соцсетей. Правда, некоторые, видимо, оставили случайно. Юлия пишет, я хороший редактор и решила, что такая тема была бы интересна зрителю. Бывший участник проекта Максим Войтыховский прокомментировал свою переписку с Ирой Пинчук. Парень живет в Барселоне, в Испании. Он уже месяц общается с Пинчук, ему это очень нравится. Он мечтает о встрече. Только, к сожалению, в ближайшие 8 лет у нас это вряд ли получится, говорит он. Я не смогу приехать в Россию из-за некоторых законов. О заработках Ольги Бузовой рассказала ее бывшая пиарщица. Она уверяет, что у Бузовой раздвоение личности. Она глупа только в эфирное время, ведь дуры не рубят миллионы. Она говорит о том, что Бузова сама придумала любовную историю с Ромой Гриценко, чтобы повысить рейтинг Дома-2. Зарплата у Бузовой значительно выше, чем у других ведущих. Она получает 380 тысяч за эфир, тогда как другие около 100 тысяч. У Бузовой контракт с телеканалом до 2025 года. И к тому времени она планирует стать главной звездой России. В сети появился компромат на Илью Журавлева, который приходил к Алене Савкиной и вот вчера в эфире покинул проект. Поговаривают со слов одной певицы, что он нетрадиционной ориентации, у него есть муж. И этот самый муж выступает в женском образе в гей-клубах. Юлия Самсонова откровенно рассказала о расставании с мужем. Их отношения закончились, когда Юлия написала девушка и рассказала об отношениях с Алексеем. Она скинула ей все переписки, фото и видеодоказательства. Самсонов, который верит в Бога, ездил с любовницами даже по святым местам. Тата Блеменкранц написала пост по поводу расставания с мужем. «Живешь вроде с человеком почти три года, а потом вы как чужие друг другу люди. У меня нет больше желания хранить этот отчак. Спасибо, жизнь, за такой опыт». Поговаривают, что у Таты новый молодой любовник. Парню 22, его зовут Саша Александров. И об отношениях с Татой он сам рассказал журналистам. У них все было, сначала Тата зажгла его, но потом резко наскучила. Она так его достала, что переходить на другой уровень у парня нет никакого желания. Сейчас они в основном созваниваются. «Она сама идет на контакт», – говорит Александр. «Я никого не разлучал и семью не разбивал». А Вайя Рублеменкранц, похоже, находится уже на проекте. Его заметили внимательные зрители в прямом эфире одного из участников. Оказалось, что успешный предприниматель Антон Гусев задолжал государству внушительную сумму. На сайте Федеральной службы судебных приставов есть данные по нему. Его долг более 76 тысяч. Лиза Триандафелиди готовится к пластической операции. Она подтянет и увеличит грудь. Лиза очень боится, ждет рекомендаций и советов. Дана Николенко и Дима Кварацхелия узнали пол будущего малыша. У них будет сын. Дана же надеялась на дочку, уже даже придумала имя. В сегодняшнем эфире увидим новый спектакль от Бузовой. Она узнала, что у Гриценко и Пинчук действительно было волшебство. Нашлись свидетели, которые застукали их в туалете загородного ресторана. Предательство Ромы потрясло Ольгу. Она даже не смогла вести лобное место, убежала в слезах. Это все новости Дома 2 на сегодня. Подписывайтесь на мой канал и будем смотреть Дом 2 вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова